Всем добрый вечер. Как уже сказали, меня зовут Летинаева Эмилия. Я студентка второго курса магистратуры факультета иностранных языков и регионоведения отделения культурологии. И вот тот доклад, который я сейчас сделаю, это такое побочное знание, приобретенное мной во время стажировки в университете Заграда, где я занималась больше хорватским неавангардом, но так вышло, что я занималась очень много и анимацией, и меня заинтересовало вопрос взаимодействия советской и хорватской анимации. И мне бы хотелось начать с такого довольно сложного вопроса, а именно со связи России и Хорватии. Потому что, когда мы говорим о российско-хорватских связях, вообще сложно сказать, что их много и что много хороших. В отличие от соседней Сербии, Хорватия настроена к России достаточно негативно, и для этого есть много причин, одна из которых, например, это хорошее отношение с Сербией и сложные ситуации на Балканах. И в результате, когда мы смотрим на историю Хорватии, историю взаимоотношений России и Хорватии, возникает ощущение, что у этих государств не было и нет вообще никаких культурных контактов. Но есть только совсем малоизвестные, но все-таки иногда обсуждаемые примеры, к которым, например, относятся Матвей Измаевич или более известные как Матвей Измаевич. Это российский адмирал хорватского происхождения, который служил во времена Петра Великого и один из наиболее важных участников строительства флота в Воронеже. И вторым таким известным примером, но опять-таки достаточно условно известным, является Александр Флакер. Это хорватский литературовед, профессор Слайковского университета, исследователь русского авангарда, который в своих трудах развивал идеи русских, формалистов и структуралистов и организовал такой, как кружок изучения русского авангарда, русской литературы. Но поскольку интерес очень многим растет между этими странами, русские приезжают туда для поездок, туристических, очень много туда переезжают, постепенно в стране, судя по статистике, все больше и больше растет доля русскоязычного населения и вообще людей, которые идентифицируют себя, как русские, и растет экономическое сотрудничество из года в год, ищутся, начинают искать культурные связи, чтобы сделать такое культурное обоснование для этих экономических и иммиграционных связей. И для этого, например, 28 мая этого года была проведена конференция «Россия-Хорватия. Исторические связи. Испытания взаимности», в которой помимо научных работников принимали участие посол России в Хорватии и бывшие послы Хорватии в России. И вот, возможно, в поиске культурных и творческих связей между Россией и Хорватией стоит опроситься к истории кино. Несмотря на то, что югославское кино не так известно, как, допустим, скандинавское кино или французское, это достаточно интересный пласт европейского кинематографа. Но что самое важное для сегодняшнего моего доклада, это то, что эта область искусству дает очень богатый материал для поиска взаимодействий между Россией и Хорватией. И вот в докладе я бы хотела показать один из таких примеров, обратившись к истории анимации. Но перед этим мне хотелось бы отметить, что еще упоминавшийся сегодня Юрий Михайлович Лотман в своем небольшом эссе об анимации отмечал, что мультипликация — это та тема, которая по привычке многими считается детской, и поэтому очень часто не подвергается анализу. С тех пор можно отметить, что мало вообще что изменилось, мало кто занимается анимацией, но конкретно в отношении этих двух стран, помимо всего прочего, это та область, в которой стоит просмотреться более серьезно, поскольку мультипликация в Хорватии является предметом национальной гордости. Закрепфильм — это один из наиболее крупных центров восточноевропейской анимации, всемирно признанный как один из стилей противостоящих Диснея, о чем я скажу чуть попозже. Ну и мне кажется, в Москве нет человека, наверное, который не знает свой мультфильм, и даже сложно говорить о том, что это является гордостью в нашей стране. И то есть взаимодействие этих двух центров восточноевропейской анимации — это один из наиболее ярких примеров истории творческих связей между Россией и Хорватией, и я хотела оговориться, что Россия, потому что «Союзмультфильм» все-таки студия находится в Москве, и именно поэтому я говорю о России. Первое взаимодействие в области мультипликации между этими двумя странами начинается еще до основания «Союзмультфильма» и до вообще появления социалистической Югославии в 20-е годы, когда русский иммигрант первой волны Сергей Тагоц по происхождению поляк, вот раз вы интересуетесь многослойностью славянского взаимодействия, создают два мультипликационных ролика в Хорватии, они рекламными были, но ввиду недостатка финансирования прекращаются. Вот как сегодня уже предыдущий докладчик упомянул, отношения Югославии не были простыми, и после Второй мировой войны наступает очень краткий период активного взаимодействия, когда формируется партизанское кино и активно заимствуются принципы социалистического реализма, но этот период наступает недолго, уже в 1947 году отношения начинают сходить на нет, и к 1949 году наступает полный разрыв, как известно. И в результате наступает долгий период сложных отношений, и именно в это время формируется Заграбская школа мультипликации. Тогда еще на киностуде Дуга создаются антисоветские мультфильмы. Я изначально хотела показать отрывок из мультфильма, но раз нету проектора, то я бы показала вам кадры. Так в этом мультфильме представлена Москва, такая золотоглавая. Мультфильм тогда еще вдохновлялся, на киностудии Дуга, основателя мультипликации формируетской, все еще вдохновлялись работами Диснея. Вот еще кадры, мне кажется, тут очевидно влияние еще диснеевской мультипликации. Сам сюжет... Сам сюжет повествует о том, как очень негативные советские граждане, советское управление высылает самолет с тем, чтобы он узнал о делах в Албании, но операция заканчивается неудачно, самолет терпит крушение, падает и принимает за митинг в Албании «Встреча лягушек». Да. То есть, вот даже на примере этого мультфильма очень сложно говорить о том, что были хоть какие-то творческие взаимодействия в этой области. Наоборот, скорее наступил такой период застоя. Но после больше, чем десятилетнего перерыва отношений между СССР и Югославией, уже в конце 60-х годов, в СССР проходит показ работы аниматоров «Загребфильма». И к этому моменту в обеих школах уже сложился свой очень отличный друг от друга стиль. В «Загребфильме» открывается мультипликационная студия, которая сформировала свой уникальный стиль противостоящий Диснея, получила мировую известность, завоевала «Оскар» и очень большое количество наград на различных кинофестивалях. И даже появилось такое направление, название для такого направления, как «Загребская школа мультипликации», которая входит во все антологии мировой анимации. Студия «СССР» и «СССР» тоже, конечно, не стояла на месте. К концу 60-х тоже формируются различные стилевые направления, которые тоже очень сильно отличаются от диснеевских и получают мировое признание. Надо отметить, что еще до конца 60-х некоторые советские режиссеры, мультипликаторы были знакомы с хорватскими работами, как, например, по воспоминаниям Федора Савельевича Хитрука, он напоминает, что он познакомился с Давниковичем Борда, основателем «Загребской школы», о котором я еще скажу, еще в 66-м году, еще до показа, буквально через несколько лет, показывает, буквально через год проходит этот показ по воспоминаниям Эдуарда Назарова. Но поскольку выезжать, как известно, из СССР имели, возможно, далеко не все, и знакомиться с иностранным работами тоже имели возможность не все, вот этот показ произвел очень большое впечатление на советских режиссеров. И, как говорит Эдуард Назаров, советские мультипликаторы начинают очень активно заинствовать все открытия, приемы «Загребской школы». И это, конечно, повлияло на результат творческих поисков в 60-х годах. Да, и, конечно, не стоит забывать о том, что 60-е годы – это как раз период эстетического поиска смены, фактически полной смены художественных приемов в 60-е годы, в союз мультфильмы, простите, который потом провел к расцвету 70-х и 80-х годов. После показа работ хорватских мультипликаторов отношения между «Союзмультфильмом» и «Загребфильмом» начинают только расти. И они доходят до своей такой наивысшей точки в 69-м году, когда выпускается совместный мультфильм, которые даже там стоят две эмблемы сразу вместе, «Загребфильм – союзмультфильм», и в котором приняли участие две наиболее авторитетные, наверное, фигуры того времени – это Вячеслав Михайлович Котеночкин, всем известный по мультипликационному сериалу «Ну, погоди», и уже упоминавшийся Боревой Давникович Борда. И они создают фильм «Чудная птица». Фильм заимствует не только некоторые эстетические открытия Загребской школы, но и тематически тоже обращается к достижениям Загребской школы, поскольку Загребская школа отличается именно тем, что они пытались донести очень много серьезных, сложных философских тем до своей аудитории. И в этом мультфильме, помимо просто развлекательного такого характера, поднимаются вопросы материнства, поиска своего места в семье. И, ну, чтобы было больше понятно, поскольку нет проектора, я расскажу сюжет, извините, будет не так интересно смотреть, может, потом. Но все равно, идея заключается в том, что момент, когда все птицы высиживают яйца, и одна из них никак не может, ну, что ни одной из них не появляется никак яйцо, она покупает его, и в итоге высиживает будильник. И все на нее, конечно, реагируют не очень хорошо, потому что он все время звенит, всех пугает. Но птица очень счастливая, в итоге любит его, и живет с ним до конца. И очень важно здесь именно вот заимствование эстетическое и тематическое, которое потом начинает влиять на весь последующий советский период мультипликации. Дальше, уже в 70-е годы, когда происходит пик, такой расцвет союз мультфильма, Загровская школа постепенно закрывается, исходит на нет, Загровская школа мультипликации уходит, и на данный момент такого феномена уже не существует. То есть есть хорватские мультипликаторы, но их нельзя уже относить к этому направлению. Но можно сказать, что принципы открытия, сделанные этой небольшой такой камерной школой, не самым, может быть, активным, не самым трусным народом для русского, продолжала жить в Советском Союзе, уже в эпоху расцвета, и позволила в некоторой степени перенять эстафету восточноевропейской анимации на международных фестивалях. Все. Большое спасибо. Буду рада вашим вопросом. Скажите, пожалуйста, вот «Ежик в тумане» как-то испытал какое-то влияние? Нет у вас информации? Я не знаю конкретно про этот мультфильм. Я думаю, что вот идея философского начала и такого не детского мультфильма, но как для детей, возможно, имела какое-то влияние. «Ежик в тумане делал по рампу. Рэмпорт по ночам написал конкрет, и он по ночам делал свою «Ежик в переделке» на обувь Несенского был гостевой дом для того, чтобы они у него на даче не останавливали, тут позади был такой скворечник, и он там жил и делал свою «Ежик в тумане» за спиной в переделке «Ежик в тумане» по ночам.